Так, доброе утро всем! Good morning! Будь ртов! Всем привет! Доброе утро! Все! Значит, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Мудрость Тора, чтобы было понятно, это письменная Тора. То есть, это то, что входит прямо классика, классика входит Тору. И меня некоторые спрашивали, какое соотношение между Торой и Библией. Значит, была Тора, Тору Бог дал... Тора это учение, это Тора это... Вот слово Тора это учение и свет переводится одновременно. Тора это... Там есть корень учения и свет. А вместе учение свет. И все это одним словом Тора. Теперь Бог дал вот эту Тору учение свет. Он дал Мошерабену Моисей на горе Синай. Он полностью в него как бы передал эту Тору. И Моисей Мошерабену, он передавал Тору 40 лет пустыне еврейскому народу. Был такой длинный тренинг, 40-летний тренинг. 40 лет, чтобы они питались маном. И без остановки они вошли в такое состояние, такого постоянного сияния. И они, значит, получали Тору 40 лет. Потом они с этой Торой пришли в землю Израиля. И дальше Тора передавалось много лет. Потом царь Соломон через 480 лет. Вот царь Соломон, чью мудрость мы изучаем. Через 480 лет после дарования Торы, после того, как зашли в землю Израиля, он построил первый храм. Он сам с Богом был прямо на полном контакте. Потом царь Соломон написал три книги, которые до нас дошли. Это притчи, это экклезиаст Коэлит. И это песня песней. Шера Шерим о любви к Богу. И, значит, это все входило в Тору, вошло в Тору. Письменная Тора. Вначале было только пять книг, которые Бог дал Моисею. Пятикнижие. И устная Тора. Потом к ней добавились книги пророков, там, Писание и так далее. Все это добавлялось. И потом, когда второй храм. Второй храм, когда был разрушен. Это был 70-й год нашей эры. И вот с этого все началось. Значит, 70-й год нашей эры было в иудаизме направление, которое потом стало называться христианство. Но вначале это было направление в иудаизме. Они точно так же верили в Тору, учили Тору, соблюдали все еврейские праздники, делали обрезания, молились в том же там храме, в тех же синагогах. Они молились, но пошли расхождения. Там пошли легкие расхождения вначале, потом расхождения. Все увеличивались, увеличивались. И только через где-то лет 200, где-то в 200-м году нашей эры, расхождения настолько увеличились, что, в принципе, это как стало две разных религии. До этого христианство, это было частью иудаизма, это было как одно из направлений, как секта. Ну, то есть, основное направление всегда называют то, что отделяется сектой. То есть, есть основное направление, потом от него что-то отдалилось, секта, как от слова сектор. Секта, оп, эта секта выросла и говорит, секундочку, кто тут секта? Я секта, я круто, я круче, чем ты сейчас стал. И назвал сектой то направление, которое раньше было основным. Потом в самом христианстве оно разделилось на там сотни, сотни разных направлений. Причем каждое направление, которое отделяется от основного, его тут же называют сектой. И, значит, вот так вот оно все росло, росло. Ну, в общем, это христианство, это иудаизм. Потом возник, получается, 600-й год где-то нашей эры, то есть, 1400-1500 лет назад возник ислам. От этого же корня, то есть, Бог один, единый Бог, который сотворил небо и землю, да? Бог один, значит, но как с Богом наладить коммуникацию, это разные пути. У иудаизма это, значит, надо учить Тору, надо соблюдать заповеди. И, значит, если ты соблюдаешь все заповеди, которые Бог сказал делать, и учишь Тору, значит, ты или ты родился от матери евреи, или ты поклялся, что ты будешь все соблюдать, это называется принять иудаизм, стать дером, и, значит, это иудаизм. То есть, Тора, как его получил Моисей на горе Синай, без малейшего, то есть, мы говорим так, что как вот Моше получил, мы так ее и соблюдаем. Все. Теперь дальше. Христианство, они говорят, нет, у нас свой путь, то есть, Бог, создатель мира один и тот же. Тора, письменная Тора, все одни и те же книги, но, начиная с того, как появился Иисус, значит, у нас свой путь, Новый Завет там у них и так далее. То есть, они признают все, что было до этого Тора, христианство признает, но потом дальше начинается новый путь, с 2000 лет назад начинается как новый путь. Мусульманство, оно говорит так, что Бог один, создатель мира, хозяин мира, он один. Он создал Адама, дал Тору, Моисей, это пророк Муса, все правильно, все признаем, только они, если с крестьянством у иудаизма одни и те же книги, буква в букву. То есть, притча одинаковая. То пророк Мухаммед, он пересказал всю эту историю, но своими словами. То есть, Коран, он пересказывает то же самое, что написано в Торе, только своими словами. И даже те идеи, те истины о Боге, о людях, об отношениях, там, например, у них же есть предания от царя Соломона, только они его называют царь Сулейман, и у них эти предания сохранились чуть-чуть в другой форме. То есть, мусульмане, они верят в то же самое, но у них свой, как бы, свое пересказо этого всего. Водя объяснил, как бы, соотношение между Торой и основными другими религиями. Что буддисты говорят? Буддисты, это отдельная история, то есть, они совершенно... То есть, цель буддиста, это не думать вообще. Это у них другая, как бы, вообще другой подход. То есть, они хотят уйти от мыслей, уйти от слов, уйти от обозначений, уйти от желаний, уйти от того, что принято называть реальностью, в духовное пространство раствориться. То есть, это совершенно другой путь, который, ну, в принципе, мы вообще не рассматриваем. То есть, как бы, это путь для людей, которые хотят уйти от реальности. А иудаизм, это тот путь, который хочет изменить реальность и подчинить ее божественному, божественной воле. Как он, как Бог когда-то задумал. И, чтобы знать, как реальность работает, мы изучаем Тору, в котором учение света. И сегодня мы находимся, 25 глава, 19 отрывок. Сегодня у нас 196 урок, мы уже 196 урок продолжаем изучать. Да, всем доброе утро, вводная часть закончилась, и мы продолжаем изучать. Значит, 19 отрывок начинается так. Шен роа в регель муэдет. Значит, зуб плохой, сломанный зуб, переводят здесь. Сломанный зуб и нога, вывихнутая нога, да. Значит, ну вообще я бы сказал, муэдет, это нога не вывихнутая, а как бы, ну, бьющая, да, нога такая. Ну, может и вывихнутая тоже, то есть он ударил и вывихнул. Слово такое странное. Значит, сломанный зуб и нога, вывихнутая, мифтах, бугет, бьем, сара. Тот, кто, значит, мифтах, это тот, кто опирается, бутах, это тот, кто дает уверенность, мифтах, это тот, кто опирается на бугет, это, бугет, это предатель. Слово бугет, это предатель, изменник. Тот, кто опирается на предателя в день какой, день сара, день неприятности. Значит, идея такая, что вот живут люди, до этого мы говорили там про коммуникацию, были предыдущие отрывки про коммуникацию. Значит, живут люди, они с виду могут быть очень хорошие, особенно если у вас хорошо идут дела, у вас будет очень много друзей. Когда Иван купил виллу в Испании, до этого он даже не знал, сколько у него близких друзей и родственников, пока не купил виллу в Испании. А оказалось, что у него прямо все у него близкие друзья и родственники хотят его проведать в Испании, на берегу моря, вилла у него была. И, значит, и мы учили, что когда у человека все хорошо, и он еще дает подарки и так далее, то вокруг него сразу собирается очень много людей. Но говорится так, что когда приходит неприятность, так всех этих друзей обычно нет. То есть полагаться на кого-то в день неприятности, это как поломанный зуб и как вывихнутая нога. Вроде есть, только мешает. Понятно, да? То есть царь Соломон нам говорит, смотрите, парни, возьмите ответственность на себя за свою жизнь. И как учил папа царя Соломона царь Давид, мы это еще повторяли, это один из моих любимых вообще отрывков в Торе. Говорил царь Давид, вот царь Давид это папа царя Соломона, он написал псалмы. И это как бы основная часть молитвы и разговора с Богом. Он был такой практик. Царь Соломон, он больше учитель, а царь Давид, он больше практик такой, молился, воевал там и так далее. Но в псалмах есть несколько отрывков, в которых для меня лично собрана вся квинтэссенция Торы. Так вот, первый отрывок, который сказал царь Давид, это для меня вообще квинтэссенция Торы, это «Кто человек, жаждущий жизни?» «Мияиша хафет скаим». «Кто человек, жаждущий жизни?» он говорил. «Оэ в яма в ле ротов». «Тот, кто любит все свои дни, видит добро». То есть, когда ты фокусируешься на добре вокруг себя. И как это сделать? Он объясняет «Нецор лешон хамера, останови свой язык от зла». То есть, человек своими словами, он строит свой мир. «Нецор лешон хамера, останови его от зла». «Вес фасэка ми добер мирма». «И уста свои от того, чтобы искажать реальность». Потому что любое описание, что бы то ни было, это искажение реальности. То есть, описание стакана, это не стакан. И это надо понимать, что любое описание стакана, какое бы слово бы я сейчас не сказал, белый, это не белый цвет. Это то слово, ярлык, которое я пытаюсь привесить к реальности. Так он говорил, царь Давид. «Нецор лешон хамера, прежде всего останови свой язык от зла. Вес фасэка уста свои, медабер мирма, искажать реальность. Сур мира, отодвинься от зла, вэ осетов, и делай добро. Уэ в шалом, люби мир, вэратвеу, и гони за миром». То есть, ты должен создавать шалом вокруг себя, мир, шалом, шлемут и так далее. А второе, что он сказал, то, что имеет отношение к девятнадцатому отрывку. Он сказал это очень коротко и четко. «Альтефтехубы надевим». «Не полагайтесь на благодетелей». «Бэвэна дамше эн лотшоа». «На человека, что нет от него спасения». «Тэцэрухо» – «Выйдет из него дух». «Яшувли адмато». «И он вернется в землю». Любой человек – это не более чем мясо, ну, такая, там, пару десятков килограмм мяса, из которого в любой момент может выйти его дух, в любой момент. «Молодой», «старый», «здоровый», «сильный», «богатый», «небогатый». «Тэцэрухо» – «Выйдет из него дух его». «Яшувли адмато», «Вернется он в землю». «Байо мау», – сказал царь Давид. «И вот в этот день Авду и Штанатав». «Потерялись все, кто на него опирались». То есть, и здесь нам говорит царь Давид, царь Соломон, его сын. Он нам объясняет, как бы, эту мудрость и говорит, «Зуб поломанный и нога подкошенная, тот, кто полагается на предателя в день неприятности». Когда наступает неприятность, сразу все отворачиваются. Есть известная история, как один мальчик приходит со школы в Белоруссии и говорит, «Папа, завтра тебя вызывают в школу, и маму вызывают в школу». И, значит, отец спрашивает, «А за что?». Он говорит, «Ну, я на уроке сказал, что Лукашенко – бандит». Папа такой, «Отойди от меня, совершенно незнакомый мне мальчик». То есть, это как бы такая, ну, преувеличение такая. Но в день цара скажут, «Отойди от меня, совершенно незнакомый мне мальчик, в день неприятности». Большинство людей, которые находятся вокруг каждого из нас. Но тот, кто об этом знает, так ему легче. Он, как бы, не будет разочарован, он не удивится. Тот, кто об этом не знает, он удивится. Понятно, да? Дальше. Значит, следующий отрывок, он тоже о коммуникации между людьми. Значит, тот, кто одевает, это двадцатый отрывок, да, двадцатый отрывок. Значит, написано так. Тот, кто одевает одежду красивую, но летнюю. Красивую, но летнюю одежду, тот, кто одевает в день холодный. Тот, кто льет уксус на нотер, это такая посуда из глины, и он на нее льет уксус. Вэшар бешерим а левра. И тот, кто поет песни на сердце, которому плохо. Значит, что это значит? Вот смотрите. С одной стороны, красивая одежда, она же должна украшать человека, правильно? Ну, допустим, человек одевает красивый купальник в зимний день. Очень красивый купальник, женщина одевает, и сверху сарафан такой, и сарафан льняной. То есть, ну, что можно про нее сказать? Она ненормальная. То есть, и ей этот красивый купальник и льняной сарафан в холодный день, он просто показывает, что она ненормальная, это не подходит. Уксус, в принципе, вещь неплохая, для салата полезная. Там можно металлическую посуду уксуса, можно помыть, например, да. Я знаю, в чайник льют уксус, и там от него натипь отходит, да. Но если ты льешь уксус в посуду глиняную, он ее растворяет и уничтожает. Петь песни. Петь песни отлично. То есть, когда человек поет песни веселый, такой радостный, то это хорошо. Но если он это делает для человека, которому сейчас плохо на сердце, то что? То, наоборот, он ему вредит. То есть, в этом отрывке, как бы, скрыта вот эта вот истина, которую есть целая глава, посвященная в Каэлите, в Экклезиасте, есть целая глава, посвященная всему свое время. Есть время собирать камни, есть разбрасывать камни. Есть время мира, есть время войны, есть время того, есть время того. То есть, кстати, интересно, я слышал насчет, там везде есть время мира, есть время войны. А как называется время между миром и войной? Есть мир, есть война, а есть что там? Напряженность, например, да? Ну, или напряженность, или, ну, не какие такие отношения, а осторожность и так далее. Есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни. А что между ними? Отдыхать можно, да? Просто отдыхать. Не собирать, не разбрасывать. И там есть такое, есть время говорить, есть время молчать. Ну, и как-то один, ну, а что между ними? Между говорить и молчать? Ну, это говорить. То есть, между говорить и молчать вроде бы ничего нет. И как-то один раввин пришел в реформистскую синагогу. Реформистская синагога, это как иудаизм, только они решили название оставить, а все изменить, да? Но почему-то они продолжают назвать это иудаизм, хотя в иудаизме главное это соблюдение заповедей. То есть, когда евреи принимали Тору, они сказали, вначале наосе сделаем, а потом будем слушать. То есть, иудаизм это прежде всего выполнение воли Бога, выполнение заповедей. Так вот, а реформисты, они говорят, что заповеди выполнять не обязательно, но название оставили. И пришел как-то случайно раввин там в эту синагогу и слушал этого реформистского раввина, который типа раввин. Значит, и тот что-то рассказывал, рассказывал, и потом этого раввина ортодоксального спрашивает. Скажите, говорит, а вот что вы можете сказать про его выступление? Он говорит, вы знаете, такое прекрасное выступление, я вот долго думал над вот этим отрывком в Каэлите, что что между говорить и молчать? То есть, вроде бы ничего нету. А сейчас я понял этот отрывок. Он говорит, а как же вы из его слов поняли объяснение экклезиаста, Каэлита? Он говорит, теперь я понял, что иногда можно говорить и ничего не сказать. Что бывает же, что я говорил, но смысла там никакого не было, ничего не сказал. Вот это вот между говорить и молчать. Бывает, что он говорит, но это как будто бы молчит. Хорошо, теперь здесь нам объяснил царь Соломон в этом, в притчах, в 20-м отрывке. Он объяснил, что все должно соответствовать одно другому, подходить. То есть, и даже когда ты хочешь кого-то веселить, ты должен понимать, что, ну, то есть, бывает, что человек сидит, плачет, да? Так нужно сесть с ним, может, поплакать, ему сопереживать, эмпатия, понять, что ему плохо. Потом, когда ты понял, что ему плохо, попросить его объяснить, рассказать, задать пару вопросов. И постепенно, постепенно выводить его из этого состояния, но чтобы он сам понял, ну, как бы, что... Как-то его выводить наводящими вопросами. Не так, он сидит плохо, а ты ему говоришь, да тебе неплохо, давай споем сейчас. То есть, так не работает. Это то, что он нам объяснил в 20-м отрывке. 21-й отрывок. 21-й отрывок. Вот, вот этот 21-й отрывок, он прямо реально сегодня сделал переворот моего мышления. Я думаю, что вашим тоже сделает переворот. Очень отрывок, с одной стороны, непонятный, но с другой стороны, открывает, если его понять, открывает невероятную глубину вообще в понимании, как работает жизнь. Значит, написано в 21-м отрывке так. «Им раэв снаахо». Значит, если голоден ненавистник твой, если голоден ненавистник твой, ахилеу накорми его. Если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом. Ва им цамэ, а если он жаждет, ашкеума, напои его водой. Ну, вроде бы это, как бы, очень соответствует. Есть такое, как христианское высказывание. «Ударили тебя по одной щите, подставь вторую». Прямо слово. «Он твой ненавистник». То есть, он тебя ненавидит. И, значит, накорми его, напои его в это самое, водой. Непонятно. Теперь, сейчас будет еще больше непонятно. 22-го отрывок объясняет, зачем это делать. «Ти гэхалим ата ху те аль рушо». Потому что этим самым ты угли сыпешь ему на голову. Представьте, да, то есть, если без второго продолжения. Какой добрый человек, да, он тебя ненавидит, ты его накорми, напои. А дальше 22-го отрывок. Потому что угли этим самым, горящие угли, ты сыпешь ему на голову. Вот это, секундочку, секундочку. «Аль рушо, ваашем и шалем лах». И Бог тебе заплатит. Значит, непонятно. Непонятно, но те, кто глубоко изучают Тору уже несколько лет, они понимают, что есть в Торе, когда мы говорим о Боге, используются на святом языке разные имена Всевышнего. То есть, хотя изначально исходная предпосылка, что Бог непостижим, и мы называем его качество, его проявление, но эти качества разные. И есть качество, которое называется «элоким». «Элоим», дословно читается, всесильный. То есть, Бог, Он сотворил мироздание, Он сотворил законы, природы. Молекула, есть квантовая физика, Ее Бог сотворил. То есть, Он сотворил законы, по которым работает этот мир. Есть там физика Ньютона, тоже. Бог сотворил эти законы, а Ньютон их открыл. То есть, это не Ньютон создал законы. Ньютон, размышляя, он сформулировал, как эта штука работает. Но ее создал Бог. Есть законы биологии, законы там всего. Это все всесильные. И все эти законы, Бог всесильный, они построены по одному принципу, что в мире, который мы можем наблюдать, мир наблюдаемый, физический мир, есть один из главных законов. Это закон сохранения энергии. И закон причины и следствия. То есть, у всего есть причина, и у всего есть следствие. Как раз закон сохранения энергии, он как раз как-то списывается с этим законом причины и следствия. То есть, в мире, в котором всесильный правит миром, кстати, интересно, что числовое значение слова всесильный, Бог, Элогим, на иврите, равно числовому значению слова природа, Тева. То есть, всю природу сотворил Бог по законам, и Он эту природу наполняет энергией. Но тот, кто, то проявление Бога, которое находится вне вот этой структуры, то есть, Бог, который творец, создатель, который сам не структурирован, но который создал структуру, то есть, то, что можно назвать творческое начало мироздания, это Юткей Вавкей Ашем. То есть, это другое имя, его даже произносить нельзя, потому что тот, который сотворил мироздание, творец, он как-то его вообще вгонишь в какие-то даже слова, произношения и так далее. То есть, он вне вообще восприятия, постижения, структуры и так далее. Теперь здесь как раз используется вот это имя Юткей Вавкей. То есть, вот это имя творческий Бог заплатит тебе. Что это значит? Вот есть твой ненавистник. Он твой ненавистник, он тебя за что-то ненавидит. Это не ты его ненавидишь, а он тебя ненавидит. Санаха – это тот, кто ненавидит тебя. И вот есть такой человек, приходит к тебе тот, кто тебя ненавидит за что-то. Он себе что-то придумал, у него какие-то свои там есть в голове сумасшествия, есть разные люди. Он просто может завидовать тебе. Он может быть каким-то, ну, человеком, которому плохо. Он тебя ненавидит, не ты его. И он тебе обращается за какой-то помощью. Да? Хлеб и вода. Ты ему говоришь, на тебе, на тебе хлеб и вода. То есть, если он нормальный человек, он в этот момент что должен чувствовать? Благодарность. И он говорит, слушай, я его ненавижу, а он меня кормит, поет меня. То есть, все-таки, наверное, я ошибаюсь, думает он. Если он исправился. А если он не исправился, то что? Ему это как угли на голову. То есть, для него тогда твое добро, он его переворачивает себе в зло. То есть, ты в этом случае, ты ему зло не делаешь. Ты выполнил то, что ты должен сделать. А поворачивает угли себе на голову, поворачивает он сам. Нет, ты ему сыпешь угли. Ты ему дал воду и хлеб. Как он это воспримет? Это его личный вопрос. Теперь, а почему тебе заплатит этот Бог? Который Бог творческий, который вне причины следствия. Заплатить тебе, имеется ввиду, награду тебе даст. Потому что, ты в этом случае, вышел из вот этого круговорота причины следствия. Он тебя ненавидит. И у тебя, в принципе, если идти по закону причин следствия, у тебя есть прямая возможность ему сказать, иди отсюда, ты меня ненавидишь. Чего я тебе должен что-то делать? Но, ты говоришь, секундочку, то, что ты меня ненавидишь, это твой мир. Ты живешь в своем мире, в котором ты даже хлеб и воду можешь себе повернуть себе на голову, как угли объяснить себе, что это угли себе на голову. Но я живу в другом мире. Я живу в мире, в котором Бог сказал, не мсти, не будь злопамятным. То есть, это заповеди из Торы, не мстить, не быть злопамятным. И я в этом случае, я выхожу из вот этой вот причинно-следственной связи, когда тебя кто-то ненавидит, ответить ему тем же, а я тебе даю хлеб и воду, бери и кушай, все, наслаждайся. И в этот момент, когда ты вышел из этой, как сказать, из этой структуры, причинно-следственной, Бог, Ют Кей Вав Кей, он может для тебя чудо сделать. То есть, ты выходишь на уровень такого творчества, то есть, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И в момент, когда ты идешь, есть такое понятие, как Мессирут Нефеш, когда ты преодолеваешь свои, ну, как бы, делаешь сверхусилие, в этот момент, Бог именно, Он для тебя может сделать сверхусилие. И все цадите, праведните, чьи там благословения, молитвы сбываются, и так далее, они сделали над собой сверхусилие, они победили свой Ецарара, свое злое начало. Они, значит, преодолели свою вот эту природу. Естественно, что они соединились с Богом, который вне природы, поэтому цадик сказал, Бог сделал. Есть известная история, как великие цадите, которые именно были на уровне, вот, близости с Богом, вообще такое колоссальное. К нему там, например, приходит дочка, говорит, нету масла, он говорит, налей уксус. Она говорит, так это же уксус. Он говорит, кто сказал маслу гореть, тот скажет уксус, и уксус тоже будет гореть. То есть, он настолько был уже вне вот этой вот системы материальной, что он мог уже управлять реальностью. Цадик. Понятно, да? То есть, стало вот, после, если так подойти к этому, к этим двум отрывкам, тогда все понятно. Тогда все понятно, значит, и это модель поведения, как бы для супер-профи. Не каждый сможет. Когда приходит тебе тот, кто тебя ненавидит, отнестись к нему с пониманием. Ну, отнестись к нему вот так. Потому что, естественно, если он тебя ненавидит, сказать ему, извините, до свидания, дверь закрыта, да? Хлеба, воды нету. Все. Ты меня ненавидишь, ни за что. Значит, все. Хорошо, друзья, вот мы выучили сегодня очень интересных четыре отрывка. Давайте сделаем из них вывод, конкретный вывод, потому что словами мы создаем свой мир. Если мы создаем свой мир словами Торы, то мы соединяемся с божественным миром, с миром Бога, с миром духовности, чистой реальности, в которую потом можно будет перейти, когда отпадет скафандр, да? Поэтому давайте... Щеку подставлять не надо, потому что там непонятно, смотря с каким намерением ты подставляешь щеку. Если ты подставляешь щеку с намерением, как написано, то есть ты подставляешь щеку, а в это время читаешь 25 главу притчи царя Соломона, где написано, если пришел к тебе твой ненавистник, то дай ему хлеба и воды. Ну, про щеку тут не написано. Если он тебя ударил, то не написано, что ты... Хотя, хотя написано, что тот, кто мавир аль-мидотав, тот, кто переступает через свои качества, то есть он не ответил, это тот же самый принцип, тебя обидели, ты не ответил, тому прощают все его грехи. То есть ты как бы создаешь ту реальность, когда ты сам тоже где-то сделал неправильно. Мог, но не ответил. Мог, но не ответил. А мавир аль-мидотав, тот, кто перешел через свои качества, мавиримлю аль-коль пашаф, ему прощают все его грехи. Хорошо, так давайте три вывода. Первый вывод какой, что ни на кого не полагаться. Это понятный вывод, только на Бога. Полагайся на Бога и пойми, что ты источник всего, что с тобой происходит, хорошего, плохого, все, то есть есть ты, есть Бог, и значит, делай, делай как должен делать и принимай результат от Бога. Он хочет тебе только лучше. Второй у нас был, что, что, все должно подходить, соответствовать, то есть не надо летом, зимой ходить в летних платьях, выходить в пляж, на пляж в лыжах, то есть все должно соответствовать одно другому. И третье, это то, что та мера, которую человек меряет, меряют ему, и каждый раз, когда ты взаимодействуешь с окружающим миром, когда ты реактивно взаимодействуешь с окружающим миром, ты можешь вот эту реактивность остановить, понять, что у тебя есть свобода выбора, и от твоего выбора зависит вся твоя следующая жизнь. То есть если ты реактивно отвечаешь, что ты тогда робот, который отвечает реактивно на автомате, если ты перестаешь быть реактивным, а становишься проактивной, первый навык высокоэффективных людей это проактивность, то есть между стимулом и твоей реакцией есть твоя свобода выбора. Если ты эту свободу выбора реализовываешь, стараясь сделать свой выбор в сторону Бога, то тогда ты становишься на такой путь, что вообще тебя прям на лифте начинает поднимать в духовность, в счастье, в удачу, в успех, в здоровье, во все хорошие-хорошие дела, которые может человек получить в этом мире и дать в этом мире. Все, вот такие у нас три вывода. Сделайте, пожалуйста, свои три вывода. Значит, поставьте, напишите свои выводы, значит, поделитесь своими выводами, поделитесь страницей ВАИКРа, это очень важно. Значит, очень классную тему, я вчера подумал, что тот, кто хочет участвовать в распространении ТОРа, может связаться с Яковом Шатадиным и любой урок, который вам понравится, вы можете, например, выделить 50 долларов на рекламу этого урока и дать 50 долларов перевести Шатадину, и мы, значит, на эти 50 долларов урок распространим по миру, чтобы люди тоже знали о том, что есть божественная реальность, есть способ жить, как советовал Ницше, есть способ жить, как советовал Карл Маркс, а есть способ жить, как советовал Бог через царя Солмона. Поэтому есть такой способ жизни, и надо его распространять. Чем больше вокруг будет света, добра и Торы, тем будет счастливее жизнь каждого из нас и мира в целом. Все. Удачи, успехов и хорошего дня! Продолжение следует... Продолжение следует...